В Тверской области 17 июля начали выдавать школьную форму для детей из многодетных семей. Уже более 6 тысяч ребятишек в преддверии нового учебного года получили комплекты. В планах снабдить школьной формой свыше 23 тысяч учащихся, которые воспитываются в семьях, где трое и более детей. О том, как проходит процесс выдачи комплектов и что делать, если форма вдруг не подошла, выяснила наша съемочная группа. В семье Кругловых четверо детей. Старший ребенок учится в колледже. Средний – девятиклассник, а младшие двойняшки Миша и Даня – второклассники. В разгар каникул вместе с мамой мальчишки идут в свою 34-ю школу получать комплекты школьной формы. В коробке по два комплекта. Школьная форма просто великолепна. И состав тканей, и по фигуре все сидит хорошо. Это и пиджаки, и рубашки, и брюки. Мама Надежда отмечает высокое качество и практичность формы. Конструкторами продумана каждая деталь. Даже есть небольшой запас на брюках, на вырост. Это большое подспорье, то, что получаем одежду. Потому что помимо одежды еще надо констовары закупить. Поэтому, тем более, если несколько детей, вот у меня еще старше в девятом классе, спасибо огромное. Всем форма нравится. Главное, она практичная, удобная. Особенно для первоклассников. Два комплекта – это вообще… Безусловно, для многодетной семьи, когда нужно приобретать сразу несколько комплектов формы, это ощутимая помощь. Всего в 34-й школе учатся свыше 200 детей из многодетных семей. Выдавать комплекты начали с 17 июля. Их уже получили более 6 тысяч школьников из многодетных семей Тверской области. Данную меру поддержки в этом году могут получить многодетные семьи для детишек, которые обучаются с 1 по 11 классы. А также многодетные семьи, которые утратили статус многодетной семьи. При условии, что старшие дети у них обучаются в колледжах и вузах. Причем, в каком регионе находится образовательное учреждение, где учится старший ребенок, значений не имеет. Важно, чтобы у членов семьи была Тверская регистрация. Кроме того, на комплекты школьной формы могут претендовать многодетные семьи, где находятся дети под опекой и побечительством. Если вдруг форма не подошла, например, по размеру или фасона, то ее можно без проблем обменять. Просите в школе заявление об обмене комплекта школьной формы. В этом году это появилось у нас заявление. Либо можете на сайте министерства. Существует у нас раздел «Памятка по школьной форме». Оттуда тоже граждане могут скачать заявление, заполнить его, указать всю необходимую информацию и передать данные, в том числе с комплектом школьной формы, в школу. Но родителям стоит помнить, на то, чтобы обменять комплект у них, всего 20 дней с момента получения. Пока в реестре на получение школьной формы числится более 21 тысячи детей из многодетных семей. Но общий план включает примерно 23 тысячи комплектов. Сюда включены еще два дополнительных реестра, куда входят многодетные семьи, переехавшие в регион или получившие статус многодетности уже после завершения формирования основного списка. Перечень получателей этой мероподдержки расширяется ежегодно. Выдача бесплатной формы многодетным семьям началась с 2020 года по инициативе губернатора в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня у нас каждый пятый ребенок Тверской – это из многодетной семьи. Поэтому уверен, что вопрос демографии в ближайшем будущем будет переломлен в том числе и на Тверской территории с помощью нашего внимания и общей поддержки многодетных семей. Напомню, что в 2020 году форму получили около 12 тысяч школьников из многодетных семей, обучающихся с первого по пятой классы. Чуть больше – в 2021. А в 2022 количество получателей увеличилось вдвое. Их было почти 24 тысячи за счет того, что в список включены ученики старших классов. Бесплатная школьная форма – одна из самых популярных мер поддержки многодетных семей. Кстати, их на сегодняшний день в Верхневолжье проживает более 14 тысяч. Их количество за последние семь лет увеличилось в полтора раза. Продолжение следует...